Ну, так-то масло, но здесь повышение цен не происходит. Проверяется всё – от ценно-социальные продукты до наличия уголка потребителя, где покупатель может ознакомиться с сертификатами на продукцию и лицензии на право ведения торговли. Особое внимание ревизоров – к качеству товара, его соответствует ценникам и росту стоимости. За этим ежедневно должны следить сотрудники гипермаркетов. На сегодняшний день подорожания не было, да, особенно на товар первой необходимости, значимый товар. Было только подорожание, но и то небольшое – это на охлаждённое мясо, охлаждённую рыбу. Но это подорожание происходит на всём рынке, поэтому, ну, зависит, наверное, от логистики, там до 15-20%. Но и то мы стараемся своими силами, мы уменьшаем наценку и сдерживаем цены. Наценка на социальную корзину не должна составлять более 10%. В эту самую корзину входят пакетированные молоко и кефир с 2,5% жирностью, курица, яйца, хлеб, масло, сметана и ряд других товаров первой необходимости. Максимальная наценка идёт 10% на них. Получается, сумма с НДС выявляется за количество товара, и появляется 10%, не более. Как бы это должна быть одна единица. Во многих гипермаркетах стараются придерживаться норм по ценообразованию и на другие товары. В среднем наценка составляет до 20%. Причём кубанская продукция реализуется по себестоимости. Поэтому всё больше людей предпочитают закупаться именно в таких магазинах, где можно найти любой товар в одном месте и по оптимальной цене. Тем не менее, некоторые покупатели считают, что продукты стали дорожать. Цены вас устраивают? Цены устраивают, да, и ассортимент богатый. На молочке особенно растёт постоянно, на молочные продукты. Именно в этом магазине? Везде. Здесь более-менее ещё нормально, а в остальных вообще завышает очень сильно. Куры в основном, продукты питания, основные питания, продукты дорожают. Мясо, куры, овощи, всё дорожает. Ревизоры уже проверили несколько гипермаркетов города. В целом по Сочи мониторинг пройдёт в порядка 2000 предприятий потребительской сферы. Итоги будут подведены через месяц, а позже, в зависимости от найденных недочётов, будет проведён повторный мониторинг. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.